Участие в библиотеке города в неделе воды, которая вот уже восьмой год проходит в Новочебоксарске, это еще один из способов донесения до горожан информации о том, каким ценным ресурсом является вода, как важно к ней бережно относиться и что происходит с водой перед тем, как она попадает в наши квартиры. В течение недели во всех библиотеках города была организована насыщенная программа. Здесь проходили экологические часы, громкие чтения, познавательные беседы, были организованы тематические книжные выставки, конкурсы и викторины. Хочется обратиться к нашим участникам библиотечных мероприятий. Уважаемые участники, нам очень приятно, что вы интересуетесь состоянием окружающей среды, умеете подметить и использовать в своих работах неповторимые состояния воды, а также выразить в посланиях, призывах, слоганах свою любовь к воде, ведь она источник сил живого на земле. В рамках недели воды были также организованы конкурсы анимационных фильмов «Волга больше, чем река», направленные на привлечение внимания к экологическим проблемам Волги, и конкурс творческих работ «Вода с береги». По истечении месяца в каждой номинации были определены победители, награждение которых состоялось 21 марта в библиотеке имени Носова. В торжественной церемонии приняли участие директор муниципального бюджетного учреждения библиотеки Ольга Протасова и специалист по связям с общественностью Чебоксарской ГЭС Ирина Беликова. Третий раз мы проводим такую неделю воды среди библиотек, среди читателей наших библиотек. И приятно, что у нас сегодня есть победители, и приятно, что можно наградить. Первое место в конкурсе анимационных фильмов «Волга больше, чем река» у нас получилось два победителя. Это Германова Екатерина и Емельева Анна. Ученицы 7 класса «Молл» СОЖ номер 2. Молодцы! Каждый вам такой подарок. Наш фильм называется «Заповедные места и бассейны реки Волги». Мы выбрали эту тему, потому что нас интересовала флора и фауна, это наши реки. Самая богатая флора и фауна в Астраханском заповеднике. Там растут лотосы, есть много животных. Стоит отметить, что участниками была затронута не только тема экологии. В своих работах они также постарались показать величие реки Волги и красоту тех мест, где она протекает. Вспомнили о легендах, сказаниях, песнях и книгах, в которых живет Волга. Обратились к картинам русских художников, на которых запечатлен образ великой реки. Призы и подарки от филиала УАО «Русгидрич» и «Баксарская ГЭС» получили также победители конкурса творческих работ на тему «Вода с береги», который проходил по двум номинациям «Буклет» и «Послание о будущем поколении». Сотрудники библиотеки Тамара Аршинова и Анжелика Егошина рассказали юным горожанам о том, кто принял решение о проведении Всемирного дня водных ресурсов, о значимости и важности воды для начала и продолжения жизни на Земле. В завершении праздника библиотекам был передан комплект книг. Сотрудникам библиотека-превдавателям были вручены благодарственные письма за помощь в проведении эко-марафона в рамках недели воды от филиала УАО «Русгидрич» и «Баксарская ГЭС». Каждый из участников праздника получил в подарок памятный сувенир.